Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Василий, я руководитель компании Evolution Candy Printer, и многие кондитеры, покупая у нас принтер, интересуются и задают вопрос, как же им маркировать свою продукцию. Именно для этого мы попросили у компании Epson на обзор два замечательных аппарата. Это профессиональный этикеточный принтер TMC 3500 и принтер LabelWorks 400. Сейчас мы проведем некоторый тест-драйв данным устройством и поймем, для кого же они созданы. Поехали! Давайте начнем с маленького маркиратора, так будет правильнее его назвать, LabelWorks 400. Что он из себя представляет? Он представляет из себя ультракомпактный, при желании можно запихнуть большой карман или сумку, ультракомпактный принтер, скажем так, реального времени. Устройство очень компактно и работает от шести батареек 3А. Давайте посмотрим, что из себя представляет устройство. Значит, здесь специальная лента, которая позволяет маркировать. Кстати, виды этих лент разнообразны, как по цветовой гамме, так и по своим свойствам. Есть и сатиновые ленты. Собственно, полный перечень картриджей с лентами можно посмотреть на сайте Epson. Также в устройстве батарейки, их здесь 6 штук. Стоит сразу отметить, что это устройство не работает с компьютером. Мы ввели номер телефона и попробуем его напечатать. Для печати необходимо нажать кнопку печать. Принтер начал свое дело. Готово. Отрезаем ленту. Давайте попробуем отмаркировать эти вещи. Самая главная особенность данного принтера это то, что этикетки, напечатанные на нем, не подвержены каким-либо истираниям. Вот у меня влажная салфетка. Мы вытираем. Ничего не происходит. Изображение абсолютно столькое. Давайте еще раз приклеим и отмаркируем нашу батарею. С этим маркиратором вы можете быть уверены, что ни одна вещь не будет потеряна. Данный маркиратор будет очень полезен людям, которые связаны непосредственно с электрикой либо проводами. Это электрики, системные администраторы и так далее. Что касается кондитерского бизнеса, то данный маркиратор может служить прекрасным датировщиком ваших кондитерских изделий. Ну и пару слов о стоимости данного маркиратора. Его можно приобрести от 5 до 6 тысяч рублей. В принципе, это не такая большая цена за столь компактное, удобное устройство. Теперь давайте рассмотрим полноценный этикеточный принтер TM-C3500. Давайте сейчас я расскажу более подробно о нем с точки зрения обывателя и пользователя данного принтера. Прежде чем рассказывать все характеристики, да, собственно, все характеристики вы можете посмотреть в интернете, в двух словах, печатает данный аппарат пигментными чернилами на этикетке. Я хочу остановиться более подробно на драйвере этого принтера. Драйвер этого принтера практически идентичен всем драйверам семейства Epson. Если у вас был какой-либо принтер из серии L, либо какой-либо другой принтер, то здесь вы с легкостью найдете все те же самые вкладки и настройки. Давайте по порядку. Настройки самого лейбла. Далее выбор типа. Это plain, synthetic, matte, glossy, wristband. Качество, скорость, quality, mode 1, mode 2. Далее галочка print preview. Это предпросмотр. Переходим во вкладку опции. В опциях можно развернуть портретно, так и вертикально печатать. Также можно разворачивать этикетку на 180 градусов. Печатать этикетку возможно также с полями, либо без. Что касается печатающей головки. Здесь, как и в любом драйвере принтеров Epson, есть настройки проверки теста DUSE и, соответственно, прочистки печатающей головки. По большому счету у вас не возникнет никаких трудностей, опять же таки, если вы пользовались когда-либо техникой Epson. Я подготовил некоторый макет и сейчас я отправлю его в печать. Окно предпросмотра. Мы нажимаем на печать. Принтер зашумел и выдал нам замечательную картинку, которую можно приклеить куда угодно. Давайте проведем некоторый тест-драйв. Дело в том, что чернила, опять же таки, повторюсь, здесь пигментные. Еще очень важный момент. Пользователь может делать каждую этикетку уникальной и индивидуальной, чего вы, скорее всего, не сможете добиться в какой-либо типографии, заказывая этикетку там. Давайте посмотрим, например, сейчас я запущу ленту из этикеток, просто поставив количество копий. Давайте 10. Принтер начал свою работу. Стоит отметить, что я в драйвере принтера поставил галочку «Обрезать каждую этикетку». То есть вот эту штуку мы сейчас напечатаем на ленте. Пожалуйста, готовые этикетки под вашу продукцию. Принтер работает на картриджах. Давайте посмотрим поближе, как они выглядят. Напомню, что краски используются пигментные. Вот такого плана картридж. Он запечатанный. Я, с вашего позволения, не буду его распечатывать. Вот. Вот так выглядит лоток с картриджами. Принтер сразу сказал о том, что открыт отсек с картриджами. Закройте. Давайте подведем итог. На мой субъективный взгляд, вот этот принтер, он очень круто зайдет вам в теме дат. То есть любую дату вы можете поставить на своей продукции. Соответственно, напечатали, приклеили номер телефона, номер заказа. Особенно, если вы растете к определенному потоку клиентов. Если у вас уже есть какой-то поток клиентов. Что касается полноценного этикеточного принтера, то здесь компания Epson сделала большой шаг вперед, предложив клиенту именно этот экземпляр. Это, стоит отметить, это полноцветный этикеточный принтер. Внимание, это полноцвет. Вы за 2-3 минуты, свояв любой макет, можете напечатать вот такого плана этикетку. Кстати, очень огромный ассортимент этикетки. Есть и круглые, и квадратные, и овальные. Какие угодно можно сюда вставлять этикетки. Более подробно об этом принтере можно ознакомиться на сайте компании Epson. Закончить этот небольшой видеообзор я хочу словами благодарности компании Epson, а конкретно Александру Макраусову и его помощнице Юлии. Спасибо большое за предоставленную технику. Я думаю, нашим клиентам, да и, собственно, любым пользователям интернета будет интересно посмотреть этот видеообзор. Пишите свои комментарии, какой принтер был бы лучше именно для вас, и какой бы вы приобрели и купили. Аргументируйте почему, и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пока, до новых встреч!